Доброе утро, дорогие друзья! В России, вероятно, есть уже как минимум одно потерянное поколение. Те, кто взрослели в годы перестройки, они для системы опасны. Исследования социолога Анипкина выявляют отсутствие рвения среди людей в возрасте 40-50 лет. Вы представляете, отсутствие рвения. Людям от 40 до 50 рвения не хватает. То есть, это люди, которые лучшие годы жизни, молодости, провели в 90-е. Им, оказывается, рвения не хватает. Вот понимаете, надо рвение проявлять. А зачем проявлять рвение, которое от нас кто-то ждет? Рвение. Друзья, вы ради чего готовы проявлять рвение? Работай на работе за троих, получишь в лучшем случае за полторых. Значит, ну я не знаю, на что эта система вообще рассчитывает. Чего эта система ждет от простого человека, которого кидали и кидают, грабили и грабят. А Нибкин приводит цитату из глубинного интервью с одним из российских иксеров. Наше поколение ждало, когда, наконец, придет его время. А сейчас оно с удивлением обнаруживает, что его просто не допускают к власти. Что, в общем-то, то поколение, которое старше нас, там, на 10-15 лет, оно прочно заняло все места. Причем люди, которые старше на 10-15 лет, то есть это 55-60 лет, многие просто не дожили, многие спились, торчались. Повезло далеко не всем, мало кому повезло. Мало того, готовят себе замену из своих собственных детей. То есть полностью заблокировав социальные лифты, минуя наше поколение. На самом деле, очень интересная позиция. Штука в том, что часть людей, когда размышляет о том, что социальные лифты заблокировали, рассуждают в ключе, а что я могу сделать, чтобы эту ситуацию изменить, становятся оппозиционерами, понимают, что страна не может жить вот в такой системе, когда власть переходит в новый феодализм в рамках одной семьи, когда чинуши готовят себе замену из собственных детишек, а часть людей, наоборот, впадает в отчаяние. Не готовятся что-то делать, что-то менять. Наоборот, складывают лапки. А зачем бороться? Бороться тяжело. И вообще не получится. Давайте мы будем себя жалеть. Поэтому, конечно, нам очень не хватает блогеров и людей, и звезд, и писателей, которые будут людей именно агитировать, именно побуждать, внушать им веру, внушать нам веру, надежду, обрисовывать светлую перспективу, причем не фантазию, а реалистичную перспективу. Что если мы будем делать А, Б, В, то у нас будет какой-то позитивный итог. В плане информационной работы очень много в последнее время было сказано о необходимости менять систему образования, шире внедрять патриотическое воспитание. Вот у меня вот такой призыв. Чтобы повысить уровень патриотизма у молодежи, учитесь молодежь слушать не друг друга, политик-чиновника, пропагандист-депутата, а их, необразованных, косноязычных, зомбированных и безответственных, игроманов и недрослей. Не отворачивайтесь от этой молодежи. Другого будущего вы для себя, вы для страны не воспитали. Это ваша ядросовская и олигархическая молодежь. То есть вот это потрясающе. Когда я слышу от представителей этой системки разговоры о том, какая у нас плохая молодежь, как нам не хватает патриотизма, у меня простой вопрос. Ребята, это же ваша молодежь. Это вы ее такое сделали, это вы ее такое воспитали. Ах, она в Макдональдс ходит. Плохой Макдональдс. Вот сейчас у нас Макдональдс из страны уходит. Есть возможность что-то изменить. Сделать свою патриотическую забегаловку, столовую в масштабах страны, с бесплатным туалетом, с бесплатным Wi-Fi, чтобы молодежь могла прийти, заказать себе парочку бутербродов или блинчиков, котлету какую-нибудь, посидеть в интернете, пообщаться с приятелями. Нет, мы не хотим этого делать. Мы оставим Макдональдс. Мы лучше оставим Макдональдс. Не дай бог, как бы что ни вышло, мы не будем рисковать. Это опасно. Значит, например, Голливуд промывает мозги нашей молодежи. Это Голливуд во всем виноват. Хорошо, создайте наш российский аналог Голливуда. Где наши хорошие фильмы? А мы вместо создания чего-то своего пытаемся создать такое же, как в Голливуде, только российское. И появляются вот эти фильмы, над которыми весь интернет потом ржет и издевается. Ради чего молодежь стремится наша свалить на Запад? Почему торчат на наркотиках и спиваются? Что-то я не слышал, чтобы молодежь жаловалась, что ей не хватает исторических знаний. Какая история, какая пропаганда? Если вы хотите, чтобы человек гордился Россией, ему необязательно знать много про историю. Вот американцы, они поднимают флаги, причем, я подчеркиваю, многие американцы, они же приехали из других стран. Это и немцы, и французы, и индусы, и китайцы, и вьетнамцы, филиппинцы, японцы, русские, евреи. Кого там только нет. Но уже в первом поколении, во втором поколении они все ярые патриоты. Да, они поднимают флаги, да, они поют гимны, но это не главное. Голливуд, конечно, играет большую роль, но очень большую роль играет качество жизни. Они приезжают из Китая в Америку, их уровень жизни просто очень резко растет. Несмотря на все американские проблемы, средний американец все еще живет лучше среднего китайца. Что надо делать, чтобы наша молодежь не в телевизоре, а в реальной жизни видела, как хорошо живется? Первое, займите молодежь. Срочно возрождайте бесплатную, внеклассную активность, турпоходы, секции, кружки. Пусть многие из них будут чисто развлекательными. Каждый ребенок, смотрящий боевички в хорошей компании, это ребенок, убранный с улицы. Первое, что надо сделать, чтобы молодежь была чем-то занята. Не наркотиками или пивком. Не лазаним по гаражам. Вот свежая новость, история. В подмосковном Одинцово дочка, замглавы областного министра строительства. Это очень крутая величина. В Московской области человек, который занимается стройкой, ну, я не представляю, какие бабки мимо него проходят. Это прям влиятельный человек. Его дочка умерла, убита. Бывшим молодым человеком. Они решили выяснить отношения. И в заброшенном доме он ее нанес, ей множество ножевых ранений. Это у влиятельных людей. Этот убийца, ее парень, сын какого-то серьезного, серьезной шишки из Росгвардии. Даже у элитки, а я говорил, что только так и может быть. Если у вас вся страна живет по этим законам, ясно же, что они забрались в этот заброшенный дом не в первый раз. Они там регулярно время проводят. Он им знаком. Если родители спокойно относятся к тому, как дети проводят свое время, не надо удивляться тому, к чему это в конце концов приводит. Убирайте детей с улиц. Для начала. Пусть у них в воспоминаниях о юности, о подростковом периоде будет, что они в клубе каком-то время проводили, не в ночном клубе, может быть, не знаю, фильмы какие-то смотрели. Пусть развлекаются в цивилизованных условиях, а не в подворотне. Это уже будет шаг в правильном направлении. Позвольте желающим не просто отдыхать, а учиться, развивать и делать карьеру. Учиться робототехнике, программированию, моделированию, конструированию. Те, кому нравятся такие вот созидательные активности, не развлекательные, а созидательные, должны выходить в практик ориентированные проекты, гарантировать бюджетное обучение, в ВУЗе. Успешный сорт на высокооплачиваемых позициях. То есть, если ребенку нравится программировать, собирать роботов, конструировать какие-то механизмы, что-то придумывать, вот должна быть гарантия. Не ЕГЭ дебильная, а кружки должны стать путем высшее образование. Такие дети должны входить в нашу, как бы это назвать, надежда нации, будущее страны. Третье, посмотрите, как работает западная пропаганда. На этом поле у наших Симоньянов и Соловьевых абсолютно нет шансов. Неужели в американских детях патриотизм воспитывается поднятием флагов? Отнюдь нет. В первую очередь, это заслуга Голливуда, компьютерных игр, писателей, юмористов. Реклама товаров сопровождается гордым, сделана в Америке. Такую же надпись можно увидеть на полках магазинов. Поэтому, под пункты 3.1, мягкая сила, не в уроках истории, а в массовой культуре. Хотите достучаться до молодежи? Нет ничего проще. Выделяем 1 миллиард рублей. Раздаем 50. Раздаем 50 начинающим режиссерам по 20 миллионов на картину, где помимо основной сюжетной линии главный положительный герой любит Россию. Ну просто, что-то он любит в Россию. Березки, школу вспоминает тепло, в армии служил, там научился хорошо драться. Что-нибудь хорошего про Россию чуть-чуть. Три строчки. Одна строчка в начале, одна строчка в середине, одна строчка в конце. 10 секунд экранного времени. Все, больше не надо. Выкладываем эти ролики в интернет, смотрим, какая из работ больше нравится молодежи. Этим же авторам даем еще денег. За 5 лет у нас появится когорта молодых талантов, дальше они сами все сделают. Даже денег больше выделять не придется. Выделить 10 миллиардов рублей на 11 лет, это копейки. Для нашего государства это реально копейки. Подпункт второй. Вопрос, на который патриоту РФ нечего возразить. Ты же так любишь Россию. Почему у тебя немецкое авто, итальянские туфли, американские телефоны, китайская одежда? Этот вопрос должен уйти в прошлое. Импортозамещение. Вот залог реального патриотизма. Молодой человек, у которого в России интересная жизнь, в России успешная карьера, в России есть все блага и удобства, в России хочется жить и создавать семью. Этому человеку не обязательно знать историю, чтобы любить родину. Он любит свою жизнь в этой стране. А вот парню с американским телефоном копеечной зарплатой без перспектив и без интересов к жизни какая может быть любовь к истории? Какая может быть любовь к родине? Очередной распильный проект. Вот эти вот все. Большая перемена, юнармия. Вот я вам рассказываю конкретные пункты. Да, возродить систему кружков для молодежи, для детей это дорого стоит. Но это стоит того. Эта экономия на малолетних преступниках, которые перестанут воровать, грабить, их не надо будет в тюрьмы сажать. Молодежь, которой есть чем заняться, это правильное вложение денег. Хотя деньги там тоже не космические, не астрономические. Ну сколько? Ну 100 миллиардов рублей в год это прям это прям шикарно все сделать. Роскошно сделать. Это по максимуму 100 миллиардов рублей. Есть такие деньги у нашей страны? Есть. Многие мне возразят, расскажут, что надо воспитывать идеологию, я повторяю, я повторяю, вот то, что я перечислил, карьера, социальные лифты, занятость, образование, это и есть воспитание идеологии, просто не в лоб, а через среду, через атмосферу в обществе, позитивную, жизнеутверждающую. Более того, вот многие люди, когда рассказывают о том, как хорошо они росли в СССР, как там было хорошо, Советский Союз, тролли-вали, все вспоминают прекрасное мороженое за три копейки, пионерские лагеря бесплатные, секции, кружки, радиоэлектроники, аэромоделирование, никто не рассказывает, что в 15 лет рубил родину за правильную дипломатию в период Карибского кризиса. Бытие определяет сознание. Вы сначала дайте человеку жить, чтобы он был счастлив, в своей жизни. И он, конечно, автоматически будет любить свою родину. Немцы тоже патриоты. Им плевать то, что Гитлер был неправ. Японцы патриоты. Им плевать то, что творилось в концлагерях японских. На территории Кореи, в самой Японии, на территории Китая. Плевать! Историческая правота далеко не факт, что будет конвертирована в патриотизм. Это достижение предков, это достижение прошлого. Я-то к ним какое имею отношение. Дайте мне возможность сделать что-то, и тогда я буду это любить. Это мое. Я буду за это сражаться. И, конечно, я должен высказаться о нашумевшем танце школьников в ЛГБТ-стиле в Екатеринбурге. Событие произошло месяц назад. Обратили внимание на него только сейчас. Дети говорят, что это шутка. Многие требуют уволить директора и вообще пересмотреть воспитательную работу в школе. У меня вопрос. А какое отношение имеет воспитательная работа в школе к теме ЛГБТ? какой учитель и на каком уроке, на каком основании, по какой методике должен детям объяснять что-то про ЛГБТ? Ну, то есть, смотрите. Что такое грамотная воспитательная работа? Я, например, рассказываю про таблицу Менделеева, рассказываю, что именно Дмитрий Иванович Менделеев ее открыл, но во всем мире вы не увидите надпись вот таблица Менделеева и над ней написано «Периодическая система» Дмитрия Менделеева. Нет, она просто называется «Периодик тейбл», «Периодическая таблица». Все. Никакого Менделеева там не упоминается. В учебниках иностранных тоже про Менделеева нет ни слова. Вот такие вот маленькие моменты. Да, русофобия присутствует. Одно из величайших открытий в истории химии игнорируется, кто его сделал. Про Менделеева умалчивают. Почему? Ну вот потому. Вот такие малюсенькие воспитательные моменты должны быть размазаны по всей школьной и учебной программе. Тогда это реальное воспитание. Вместо этого у нас совершенно другая история. У нас пытаются детей усадить и прочесть им одну лекцию, вторую лекцию, третью лекцию. Дети лекции не воспринимают. Это нотации, очень скучные, тошнотворные нотации. поэтому, поэтому, вот смотрите, про себя рассказываю. Вот я на уроках химии каждый год перед Новым годом показывал опыт. Брал в магазине, спасибо полярной звезде, брал в магазине кровь из-под мяса, приносил в школу, добавлял в эту кровь немножко спирта, кровь сворачивалась. И я детям объяснял, ребята, скоро новогодние застолья, помните, алкоголь это яд. Но я вот, например, совсем не пью, я это все детям рассказывал. Чем это в итоге обернулось? Пришли недовольные родители и стали жаловаться на меня директору. Мерзкий химик настраивает детей против родителей. Дети теперь говорят, что пить плохо и нельзя. дети смеют нам, взрослым, что-то говорить. Заткнуть этого химика. Это реально то, что те жалобы, которые на меня в итоге написали. А теперь представьте, что начнется, если поднять тему брака и развода. Что сказали бы люди, которые сменили трех, четырех супругов? Чем обернутся тема половой распущенности, а дети почти всегда знают про родительскую неверность? Чего ждать от вопросов аборта, смены пола, вредных привычек? То есть у нас любители традиционных ценностей, они не понимают, как это все должно выглядеть в воспитательной работе. У нас методистов воспитательной работы нету. Люди, которые предлагают провести шествие в День Победы, не знаю, там, помаршировать, посмотреть патриотический фильм, но это же все фигня. Вы попробуйте для начала достичь общественного консенсуса, чтобы взрослые согласились. Воспитайте общество по этим всем вопросам. Хотя бы причешите до какого-то уровня приличия, что такое хорошо, а что такое плохо. пить, курить плохо или хорошо. Разводы это хорошо или плохо. Аборты это хорошо или плохо. Половые связи, сколько человек может в жизни иметь половых партнеров, что такое хорошо, что такое плохо. Когда вы договоритесь об этом среди взрослых, например, среди депутатов Госдумы, тогда можете говорить, то у нас все лидеры государства показывают это, как они в храме стоят, свечки держат, все разведенные, многие пользовались суррогатными матерями. Какое нахрен воспитание? В одной семье маленькой 12-летней девочки на всякий случай покупают презерватив, а в другой семье уверены, что ребенок не должен знать, откуда берутся дети до 18 лет. То есть у нас радикальные в одну сторону и в другую сторону очень люди разные, очень разные. И те, и другие будут недовольны тем, что рассказывают в школе. вот такой вот у нас комок идеологических противоречий. Что такое хорошо, что такое плохо. У нас общество совершенно без руля и без ветрил движется в непонятно каком направлении. Как вы, дорогие друзья, считаете, кто и как должен воспитывать детей в нашей стране? Повторюсь, если вы говорите, что школа, то школа не знает, чему воспитывать. Потому что общество не знает. Вы скажете, это родители пусть сами воспитывают своих детей. Это тоже неправильно. В одной семье воспитывают проститутку и абсолютная вседозволенность. Пьяным за рулем? А почему бы и нет? Если тебе хочется, садись пьяным за руль, убивай людей. Если тебе хочется, ты же мой сыночек, тебе все можно. А в другой семье наоборот держат в черном теле. И то и другое тупиковый вариант. То есть школа, государство должно будет доказать родителям, что оно знает, как воспитывать детей, родителей. Как минимум не хуже, чем родители. А в каких-то вопросах лучше, чем родители. Этому государству, я уверен, действующей путинской системе это поручать невозможно. И я не знаю, кто мог бы это противоречие, этот гордий узел как-то разрешить. Ставьте лайки, подписывайтесь, каждый ваш комментарий. Это поддержка в информационной борьбе. До новых встреч. Пока.